Юль, то что я хочу сейчас сказать, это исключительно слова и мысли Саши, просто я знаю, насколько он сейчас волнуется и теряется, стесняется, дабы что-то не упустить, я предложил ему записать это видео, чтобы в случае большого волнения он смог его тебе просто показать, или вам. Я прошу прощения, что говорю ты, но мне будет проще, если я буду говорить от первого лица, то есть от его лица, весь текст, который адресован исключительно вам, ну, буду говорить тебе. Сегодня, накануне большого праздника, я был в храме, и я искренне просил Бога мне дать какой-то знак, дать совет и дать сил для того, чтобы я смог, наконец, через все это время, а время прошло больше, чем больше года, чтобы я смог прийти и как-то выразить свое отношение к тебе и показать те изменения, которые во мне произошли. А все вокруг и друзья и знакомые говорят, что я изменился. И после храма я захочел просто погулять, погулять, побродить, побыть с самим собой. Когда я зашел в один почти первый попавшийся магазин, я вдруг обратил внимание на варенье. Оно для меня было необычное, экзотичное. Я помню, насколько ты любишь разные экзотичные фрукты и орехи, а тут вдруг варенье из зеленых грецких орехов. Мне захотелось тебя в преддверии праздника порадовать этими сладостями. Потом я на улице увидел бездомную собаку, маленького щенка. Я вдруг вспомнил, что как много времени ты уделяешь вниманию бездомным животным. Ну, я пошел в магазин и купил ему какой-то собачьей еды, какие-то консервы. Когда я вышел из магазина, он еще сидел. Я его накормил и я понял, насколько тебе нелегко. И мне захотелось каким-то образом, пусть немного, но в этом поучаствовать. И я решил купить тебе пару мешков собачьего корма, чтобы как-то... Ну, чтобы как-то поучаствовать в этом деле. Поскольку понимаю, насколько это нелегко. Но знаешь, когда я покупал этот корм, рядом был магазин игрушек. И на витрине сидел замечательный такой медвежонок. И когда я посмотрел в его глаза, удивительно, вроде бы игрушка, но настолько живые глаза, настолько добрые. И я вдруг вспомнил, как смотрел в твои глаза и видел ту безграничную доброту, которую я получал только от тебя. И мне захотелось купить этого медвежонка и подарить его тебе. Когда я его взял в руки, он был настолько мягким, добрым, ласковым. И я впервые за полтора года немного почувствовал это настоящее искреннее какое-то тепло, которое я получал только будучи рядом с тобой. Так что хочу поздравить тебя с праздником. Желаю, чтобы мы в этом году общались бы гораздо чаще. И вообще я хотел бы вернуться и иметь нормальную, полноценную семью. Мне не хватает общения с дочерью. Я вас очень люблю.